Доброе утро, друзья! Я сегодня в преддверии Хэллоуина решила вас попугать, так что побуду в роли Шрека какое-то время. Я сделала себе зеленую маску, которая мне очень нравится, потому что я решила сделать что-то полезное для кожи. Я вообще сегодня буду делать полезное для своего и ментального, и физического состояния, потому что в последнее время у меня было как-то плохо. Потом вам расскажу. Сейчас мы смоем эту маску, я накрашусь, приготовлю завтрак, прогуляемся по осеннему Париже. Я хочу купить цветы и какие-то сезонные классные осенние продукты. Так что мы будем с вами отлично проводить это время и желаю вам приятного просмотра. Если кому-то интересно, как выглядит маска, это Luxitone. Она отлично борется с избытком себума на коже, очищает кожу и выглядит вот таким потрясающим образом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok использую, потому что я вам снимала видео, как поменялась моя рутина макияжа. Я вам оставлю ссылку где-нибудь здесь. Этот процесс значительно упростился с тех пор, как я сняла это видео и основные различия заключаются в том, что я сейчас делаю контуринг носа по-другому, то есть я просто прорисовываю здесь тонкую линию, подвожу его снизу и также я значительно упростила контуринг скул. Я прорисовываю бронзером такую тонкую линию, сверху идет хайлайтер. Кстати, в качестве хайлайтера я стала просто использовать свои тени от Chanel. Это было лучшее решение и внизу я высветляю вот эту часть, вот эту часть я высветляю собственно консилером, забываю слова. Таким образом скулы более такие рельефные. А я сейчас нанесла помаду, хотя я понимаю, насколько это неадекватно с учетом того, что я еще не завтракала и завтракать я сейчас отправлюсь, но хотела показать вам, как макияж выглядит полноценно вместе с помадой, потому что без помады я себе просто не представляю. Помада не меняется. Это Chanel Liquid Ink в цвете 168. Все, теперь при полном параде можно идти на кухню. Хочу себе приготовить завтрак. Завтрак это, наверное, громко сказано, потому что он будет проще некуда. Я открыла для себя новый сыр, который я теперь покупаю просто без остановки. Он называется Caprice de Dieu, что можно перевести как каприз богов. Знаете, я во Франции еще не встречала более странного названия, наверное. Хотя нет, встречала. Есть еще макароны, которые называются волосы ангела. В общем, видимо, многие любят называть продукты подобным образом. Я помню, в России был торт пища богов, птичье молоко. Я сейчас себе запеку свой любимый хлеб, чтобы он был горячий. Когда мне лень идти в булочную, он просто всегда вручает. Мне кажется, завтраки мои скоро потерпят тоже изменения, потому что с явно обосновавшейся осенней погодой хочется есть как-то более плотно, более сытно. И, кстати, напишите, друзья, как ваши дела вообще, как вы себя чувствуете, потому что у меня в последнее время был какой-то кошмар. Я беру чай, знаете, с чем? С грибфрутом. Нет, это не чай с грибфрутом, просто почти все банки одинаковые. В общем, зеленый чай с грибфрутом отлично бодрит. Пойду поставлю багет запекать, и мой завтрак готов. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, да, я еще взяла с собой книгу почитать Специально выбирала тонкую Французская книга, которую я как-то забросила Я давно не читала ничего на французском К своему стыду Читать я очень люблю У меня сейчас такой период, когда я просто бросаюсь от одной книги к другой А, кстати, я вам не показывала свою новую куртку Которая, кстати говоря, является вообще двухсторонней курткой Я раньше очень не любила выходить в обеденные перерывы Потому что сталкивалась с людьми И мне это как-то не особо нравилось Сейчас я просто поменяла свое отношение к этому И я смотрю на людей, знаете Я прям вот переняла у французов это качество Я вам про него рассказывала Когда ты смотришь на человека, не осуждающий Тебе просто интересно Как он одет вообще Какие аксессуары он подобрал Какое у него настроение У меня преподавательница в НГУ по литературе рассказывала Что она вообще иногда в общественном транспорте, когда ездила Смотрела на людей Ей нравилось представлять вообще жизнь От и до Когда человек родился Когда он пошел в школу На ком он потом женился За кого вышел замуж Вообще поменять отношение ко многому На самом деле очень сильно помогает И не только к людям, которые окружают Но и к собственному состоянию, как я поняла Потому что вот я вам говорила, что мне было не особо хорошо У меня было не то чтобы уныние А знаете, просто вот Действительно я поняла, насколько эмоционально мы связаны К тому, как мы чувствуем себя на физическом уровне Потому что когда идет недостаток сна Когда идут, ну какие-то не то чтобы стрессовые ситуации Я говорю, что я не стрессую Но я понимаю, что я стрессую Это связано с большим количеством ответственности Которая на мне лежит И совершенно абсолютно нормально отношусь к тому Что некоторые люди Ну вообще говорят, что Что ты в жизни делаешь? Какая у тебя ответственность? Вообще о чем-то Вот будут дети Вот потом попляшешь Вот это ответственность Или что-нибудь по типу Ну работай на нормальной работе И будешь знать, что такое стресс Я это все знала А сейчас работая на себя Знаете, стресса Ну не то чтобы его не убавляется Его значительно меньше Но он как бы другого уровня Он другой направленности что ли Потому что, знаете Иногда какие-то вещи не зависят от меня Они зависят, например, от Не знаю, от людей, с которыми я работаю От компаний, которые нужны Для того, чтобы предоставить мне нужные документы Потому что видео выпустить с рекламой Это вам не просто так Поставить камеру Рассказать все, что вздумается И просто выпустить Вы даже не представляете, какой теперь Это сложный процесс Административный Все процессы, которые нужно согласовать По несколько раз Просто И я как человек ответственный Я очень люблю делать все так вовремя Максимально вовремя Когда У меня два видео в неделю Плюс агентство В котором есть проекты Мы над ними работаем И у меня огромное желание Показать вот это, знаете Закулисье Потому что Вот такой парадокс Предпринимательства Когда у тебя очень много Много работы Много компаний и клиентов У тебя просто нет времени Чтобы показать всю эту изнанку Некоторые клиенты, конечно Они наоборот Предпочитают, чтобы ты не разглашал Как бы конфиденциальности О том Вообще с кем ты работаешь Как строится рабочий процесс И так далее И это как бы мы абсолютно уважаем В общем Когда есть что показать Совершенно нет времени Чтобы это снять Так что Надеюсь Мы как-то будем решать этот вопрос Потому что Я очень люблю показывать процесс Мне кажется Это многих людей может вдохновить Как-то подтолкнуть Просто, знаете, показывать рабочий процесс Свою рутину Я, например, обожаю фотографировать Свой рабочий стол Вот Просто Я иду Смотрю О, как интересно Кружки стоят Надо их сфотографировать Меня это вдохновляет Я потом пересматриваю Свои сторис Которые сохраняю в хайлайтсах Кстати, если вы хотите посмотреть Вообще все Все месяца Которые я снимала Тоже приглашаю вас Сердечно в инстаграм Потому что я там как раз Сохраняю все свои старания Для меня это важно Да, люблю показывать процесс В общем Сейчас я двигаюсь дальше По своему направлению К цветам Составим с вами интересный букет Я надеюсь А потом Я еще хотела вам анонсировать Я буду готовить видео Про образы Я помню, что вам это понравилось И мне тоже очень понравилось Это снимать Тем более у меня в гардеробе Обновление У меня прям Несколько новинок Которые я хочу интегрировать И посмотреть Как они будут взаимодействовать С моим имеющимся уже гардеробом Но пока стою Ладно, покажу вам свой аутфит Потому что уж очень руки чешутся В общем, поставила камеру На знаменитый зеленый стул У меня сегодня Такой расслабленный аутфит Моя курточка Которую просто я очень сильно полюбила Джинсы В таком свободном крови Дела сегодня В качестве обуви Ботинки от Иконика Просто у них такая красивая кожа Она не лакированная Она, знаете, такая как полированная В общем, суперудобный каблук Шарфик от Диор Посмотрите, какой он как паутинка Но он, кстати, супертеплый Моя сумка И Кольцо Вот и все А, и очки Джимми Ферли Пока гуляла Рассматривала Стильные фэшн-баннеры Некоторые из них Меня прямо очень сильно вдохновляют Знаете, чем чаще Я рассматриваю Такие рекламные кампании С участием Моделей в интересных Локациях Тем больше задумываюсь На тем, чтобы Самой прибегнуть К помощи стилиста Для организации Моих съемок Потому что, конечно Съемки С участием стилиста Просто выходят На совершенно Иной уровень Потому что стилист Это очень творческий человек Который и подбирает Образы для моделей И подбирает Визуал Референсы для съемок Конечно, продумывает Финальную картину съемок Конечно, такой человек В курсе всех трендов Потому что сейчас Все Начиная от моделей И блогеров До, конечно же Фэшн-брендов Нуждаются в таком специалисте Потому что, я думаю Вы со мной согласитесь Что все они Нуждаются, конечно же В качественных И стильных фото и видео И если вы, как и я Любите моду И хотели бы монетизировать Своё увлечение Тогда с радостью Посоветую вам Курс Стилист фэшн-съемок От ведущей школы Модного образования Fashion Factory School Там вы научитесь Стилизовать съемки так Чтобы вещи в кадре Хотели купить А еще узнаете Как развивать личный бренд На курсе Вы получите Не только знания Но и много практики Съемки с моделями И фотографами В красивых локациях Которые добавите В портфолио Для тех Кто проявит себя В обучении Будет возможность Цежировки В известных брендах Преподавать вам будут Эксперты Известные на фэшн-рынке А после прохождения Обучения Вы сможете Работать на себя Либо обзаведетесь Контактами клиентов И других специалистов Индустрии В честь своего десятилетия Команда Fashion Factory School Разыгрывает Каждую неделю Классные Дорогие подарки От меня У вас будет идти Скидка в 40% На все курсы Fashion Factory School По промокоду Мореде Так что, друзья Используйте Такую классную Возможность И регистрируйтесь На бесплатную Консультацию По ссылке Которую я вам Оставлю внизу Под видео Или по этому QR-коду А теперь, друзья Представляю вам Мой Очень-очень Странный букет Потому что Он состоит Из капусты Вот такое у меня Сегодня настроение Было И Мне кажется Получилось Довольно неплохо По крайней мере Мне поднимает Настроение Я не уверена По поводу Вот этих розовых Гвоздик Я их добавила Уже просто В самый-самый Последний момент Лучше бы Потратила еще Наверное Немного времени И добавила сюда Лучше бы Какой-то белый акцент Букет Невероятно Тяжелый Он просто Действительно Очень Увесистый Сегодня Никакой Примерки Не будет Знаете Почему? Потому что Ваза у меня Одна В смысле В том Что я хочу Ее поставить На камин В гостиной А никакая Другая Ваза На камине В гостиной Не сочетается Поэтому Я даже Изначально Подбирала Букет Так Чтобы он Именно Вписался В интерьер Гостиной Так что Думаю Его нужно будет Обрезать А может И не надо Мне кажется Очень интересно Получилось Надеюсь В гостиной Это будет Смотреться Адекватно Но Я думаю Когда Распустятся Альстромерии Они здесь Прям совсем Еще в таких Закрытых Бутонах Будет Классно Я никогда В жизни Не составляла Букеты Из такой Капусты А здесь Как вы Видите Разные Ее виды Есть такая Как будто Кудрявая Капуста Есть капуста Которая Похожа На розы В общем Такой Знаете Осенний Букет С преобладанием Розовых Каких-то Вкраплений У нас Доброе утро Друзья От Дашули Которая Посмотрите Какое Классное Полезное Дело Сделала У нас Сегодня Передача На благотворительность Вещей Как видите Даша Даже Передает Вещи Вместе С чемоданами Даша У тебя Что тут Преимущество Ой У меня Преимущественно Теплая Одежда На зиму Там Разные Свитера Которые Я никогда Не ношу И я знаю Что зимой Всегда Может Кому-то Понадобиться Обувь Тоже Которую Я не носила Но Которая У меня Лежала Новая Даже Жалко Ее Выбрасывать Естественно Поэтому Отдаю Молодец А вот Мой скромный Пакетик У меня Здесь Кепки Которые Я не ношу Один Канделябр И еще Кое-какой Декор Вот так У меня Все Очень скромно В отличии От Даши Но Хоть Какой-то Вклад Тоже Пытаюсь Сделать После Доброго Дела Когда Мы с Дашей Сдали Свои вещи Мы пришли В японский Ресторан Который Называется Канпай И Взяли Себе Для начала Закуски У меня Здесь Косподи Кто Это Татаки Из Говядины А у Даши Салатик Очень интересно Супа Нет Это замечательно Показывает Что Заведение Хорошее Здесь Очень тихо Спокойно Довольно Темно Но Мы Кстати Пообсуждали Что Практически Во всех Парижских Японских Заведениях Таких Традиционных Интерьер Он Похож Друг на Друга Такой Знаете Очень Как Китч Такой Легкий Китч Настроение Двухтысячный Возможно Такие кожаные Диваны Но мы Это не создаем Нет Вы не подумайте Но Просто Да Вот Есть Такая Особенность Я Тоже Сколько Раз Замечала Что Ну Вот Такой Вот Интерьер У нас Смена Блюд Пока Я Еще Не Доела Свои Татаки Которые Кстати Очень Вкусные У меня Здесь Мое Любимое Блюдо Есть Есть Такая Лопающаяся Икра Я Не знаю Как Правильно Затем Манго Тобяку Да Спасибо Даша А у Даши Своя Тарелочка Со Своим Со Своим Блюдом Да Теперь У нас Дашей Перерыв На Бабл Тей На Мачо Посмотрите Какие Здесь Красивые Штучки Есть Угадайте Что Берем Мы Мы Берем Горячие Напитки Я возьму Те Мачо Которые С мусом А Даша А Даша Будет Что-то Без Сахара Вот Такая Даша Молодец Я тоже Буду Без Сахара Но Буду Молиться Что Моя Муча Мачо Будем Без Сахара Итак Мы Взяли Свои Напитки У меня Мачо Слишком Слишком Горько Ее Прям Хорошо Заварили В общем Она Очень Перенасыщена Мачо Как У вас Даша А у Меня Замечательный Чай С Жареным Рисом И Кокосовым Желе Очень Вкусный Я довольна Вот так Будьте Как Даша И будьте Как я Ну кто же Знал Вообще Изначально Это должна Было Быть Ну да Это Мачо Латы Хотя Тут Там Была Мачо С мусом Да Мачо С мусом Я хотела Мачо С мусом Мус Закончился Я взяла Мачо Латы Но От Мачо Латы Тут мало Что Есть Но зато Это Теплый Напиток А мы Сейчас Идем И Смотрим На Наши Витрины Смотрим Ассортимент Смотрите Какое Кресло В этом Магазине Мужчина Сидит Что-то Делает На Телефоне Видишь Вот такой Вот Как это Называется Для монеток У меня У дедушки Была Такая Вот Портмоне Для монеток Это для Монеток Это монетница Вот так Ничего себе У дедушки Такая Сейчас Подошли К одной Из моих Самых Любимых Витрин Это Магазин Портабелло Где Продается Классно Винтаж Здесь Есть Не только Украшения Здесь Также Есть Декор Для Дома Например Всяческие Браслетики Тебе Что-нибудь Нравится Даша Пояс Красивый Да Пояс Красивый И вот Калия Такая Красивая Из Жемчужин Мне Тоже Мне У них Кольца Очень Нравятся Они Такие У них Знаете Прямо Акцентные Вот Например Самая Левая С таким Серым Камнем Но Такое Надо Уметь Носить Его Надо С чем-то Миксовать Чтобы Это Не Смотрелось Странно Вот Посмотрите Какой Милый Чайник Или Подставка Под Десерты Просто Я Так Такое Люблю Вот Эти Бокалы Мне Не Очень Нравятся Потому Что Я Обычные Такие Милые Штучки Мне Прямо Нравятся Да И С виноградом Тоже Славный Я Люблю Типа Здесь Небольшая Выборка Вещей Конечно Скатерти Различные Салфеточки А вот Даша Нашла Кензо За 90 Евро Очень Классная Обруска В идеальном Состоянии Это Такой Милый Бутик Просто Спросила У хозяйки Можно Ли Снимать Еще Раз В общем Она На меня Подписана Я На нее Подписана Мы Все На всех Подписаны В общем Это Действительно Очень Милое Место Где Есть Множество Сокровищ Ну И тут Правда Как и во Всех Наверное Винтажных Магазинах Тут Самый Большой Классный Выбор Посуды Здесь Столько Изделий Из стекла Просто Высочайшего Качества Я Здесь Кстати И купила Свои Например Бокалы Под Шампанское Здесь В общем Нравится Мне Это Место Посмотрите Какая Шикарная Лампа Гигантская Просто Даша Нашла Свою Подругу У Даши Знакомая Подруга Фифи Шашниль Между прочим Это Создательница Вот этого Бренда Фифи Шашниль Даша Она дарит Платье Вот так Вот И она Нашла Даша Юбку Но Но Мне Очень Нравится Это Подъюбник Наверное Даже Знаешь Подъюбник Да Он Смотрится Очень красиво Цвет Такой Нежный Вы знаете Эта марка? Да Я работаю с ней Да Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Я купила Это Кашмир Потому что Мы можем Поверить С У 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 Даша Даша Берет Поддержку Да У Вот так У Даши Выгодная покупка Очень классная Она Свою подругу Поддерживает Знаете Как здорово Найти ее В таком Бутике Юбка Кстати Правда Очень классная Такой Приятный Нежный Цвет Пока мы собирались Начался дождь Вот так Но мы собрались Я надеюсь Нас не замочит В общем Я хотела с Дашей Посудить очень интересную тему Тема расхламления Потому что сегодня утро Как раз Навеянная тема расхламления И мы как раз После всех магазинов Купили себе Чем-нибудь новенькое Да Потому что Расхламлять У нас Уметь Удовольствие Да Вот ты часто Расхламляешься Даша Вообще У меня моя жизнь Мне кажется Это Постоянное расхламление И покупка чего-то Ну то есть Будем честны Будем честны Я покупаю Очень мало Мне присылают Очень много То есть у меня Очень много коллабораций Каких-то с брендами Которые я ношу Естественно И я раньше покупала На винтеде Очень много То есть я покупаю В частности По большей части Секонд-хенд Да И я стараюсь Всегда искать Какие-нибудь Приятные Предложения Ну Чтобы там Акции Да Или распродажи Я стараюсь Стратить меньше денег Но при этом Доставлять себе Все-таки удовольствие И Я очень люблю На самом деле То что я не ношу Или то что мне не нравится Или что мне не подошло Оно у меня не задерживается Я это отдаю Всегда Либо если Вещь какая-то Хорошая И дорогая Я могу Перепродать У меня получается Достаточно часто Перепродавать Но если Это вещь какая-то Ну я не знаю Которая например Ну какая-нибудь Хорошая пижама Да Которая мне не подошла Но я не думаю Что Как бы Будет утильно Ее продать Я ее отдаю Вот как мы сегодня Отдали Я отдала очень много Разных вещей Там разные Свитера Разные шарфы В общем Много всего Именно Зимние одежды Которые я знаю Это может кому-то Понадобиться И кто-то может Ее купить Вот в таких Магазинах Очень задешево Вот Да Нет Это Это очень классно Что ты Приучаешь себя Во-первых К расслаблению И еще Очень здорово Что у Даши Есть такая Способность Не лениться Продавать И выставлять Свои вещи Потому что Я знаю Некоторые Не носят вещи При этом Они их И не отдают Никому Потому что Жалко И не продают Потому что Лень сделать фотографии Вот у французов Мне кажется Очень распространено Вот Винтед И все Продавания Собственно вещей На винтеде Я даже иногда Слышу на улице Что девушки Обсуждают между собой Что я зависима От винтед Я не могу Ушить Я листаю его И я не могу Остановиться Продавать свой гардероб Видимо Когда получается Что-то продавать То прям Хочется Как-то Освободить место И собственно Как мы Например Сегодня освободили Хоть немного места И уже С таким Много Даши Много Даши Много Ты прям Классно Сколько Чемоданов У меня был Большой чемодан Две огромные сумки И маленький чемодан И там Вот это было Все Что было у меня В хранилищах В комнате Для гостей Так как Я хочу там Сделать свою студию Поэтому Я расхламляюсь Да Видите Как классно Я расхламляюсь Понемногу Но часто Потому что У нас Как бы Квартира Не предполагает Каких-либо Систем хранения Поэтому Жилплощадь Обязывает А так Мы еще обсуждали Сегодня Что это Настолько здорово Здесь Вот этот Оборот вещей Почти бесконечный Мы пропускаем Пешеходов Потому что Мы как обычно Бесцеремонно встали Мы как французы Это Только мы обсуждали Что нас это бесит Просто Когда они встанут Посреди улицы И начинают Разговаривать Целоваться Обсуждать Своих детей Поэтому мы вот тоже стоим Обсуждаем Как мы расхламляемся Да Но мы нашли Безлюдную улицу Чтобы вот Как раз сказать Что очень интересно В Париже Развита культура Вторичного потребления Сейчас у нас Развешены Вывески Такие Что Второе потребление Для Парижа Это первое дело Что это Типа первостепенное Вот такая У них игра слов Это на самом деле Очень классно Потому что Кто-то вещи сдает Кто-то их сразу Кто-то забирает Тут нету такого Что например Тут просто Вещи хламятся Лежат без дела Все равно Люди Как это сказать У них нету Такого стыда Что например Вот человек Пошел и купил Вещь Которая уже была В употреблении Или взял Например То есть многие люди Выносят просто Мебель И другие люди Забирают И когда жила в Париже Я забрала себе У меня был столик У меня был шикарный стул Кто-то просто вынес Поставил Я писал Ну типа забирайте И я просто забрала себе На нем не было клопов Внимание Но это Ну то есть Такие как бы Подарки Да Вот есть студенты Которые не могут себе Позволить купить Мебель Там или как-то И вот кто-то выносит И ты себе забираешь И потом тебе надоело Ты тоже выставила Кто-то другой забрал То есть я считаю Что в этом нет Ничего такого У нас почему-то Это считается грязным То есть вот Нашей культуре Такого понятия Одеваться в секонде Оно считается Чем-то постыдным Я бы так сказала Это ниже твоего достоинства Что типа Это показатель Твоей несостоятельности Что ты не можешь Позволить себе Что-то новое И что вот Ты должен побираться Чтобы сэкономить И значит Подешевле урвать На самом деле Тут такого нет Это наоборот Показатель Вот твоей креативности Что ты нашел Свой размер в секонд-энде Что ты это смиксовал Как-то Что ты имеешь Другой вкус Уже отличающийся От масс-маркета Который представлен В своей массе Поэтому нет Мы абсолютно спокойно И расслабляемся И потребляем вторичное Как это Вторичное потребление У нас в ходу Но при этом Ну у меня По крайней мере Нету такого Знаешь фанатизма Что я вот Только-только Секонд-хенд Только винтаж Только вторичное Потому что я понимаю Что это Ну вот Сложное Ты загоняешь себя В какой-то круг В какие-то рамки Это сложно Это и не нужно тоже То есть Понимаешь как Я считаю Что мы здесь Настолько ненадолго То есть Это очень эгоистично Прозвучит Не поймите меня Неправильно Но я считаю Что нужно тоже иметь Какое-то Быть немного Более расслабленным Да По поводу каких-то вещей Я знаю Сейчас очень много Есть людей С тревожностью Климатическая тревожность Они тревожатся По поводу климата Не знаешь А у вас Климатик называется Я никогда не слышала Это называется тревожность Вот эта климатическая тревожность Когда ты такой Боже, все Мы скоро умрем В октябре 30 градусов А как будут жить мои дети В общем У меня был такой человек В команде Во время турне Это очень сложно Потому что он постоянно Он с одной стороны Он считает Что брать Ну то есть Лететь на самолете Это плохо Но при этом Он может потратить Да Столько же Того же Выброса карбона Чтобы поехать Куда-то там За покупками И так далее И так далее То есть это все Настолько Папка на твою Сказала Да То есть эти люди Которые они Типа вот Такие борцы Там все А на самом деле Ну это Они не задумываются Почему они это делают Это очень лицемерно Это какой-то Я не покупаю авокадо Потому что они были привезены Откуда-то на самолете Но при этом Я не знаю Что такое Придумать Ну там я покупаю вещи Я не знаю В Zara Например То есть вот тоже самое В Zara И не таскаю Мы не можем Себя оградить от этого То есть это глупо На самом деле Быть настолько категоричным Но делать какой-то вклад По чуть-чуть там Как-то вот Что-то получше Да Там пытаться сделать Я считаю Что это очень важно Да Маленькие шадами Да Что мы должны Как-то Каждый по чуть-чуть Как может Привносить Свою лепту Вот В то что Сделать мир лучше Кто-то может Потреблять Там больше Меньше Извините Давайте такой Супер пример Футболисты Типа уровня Месси Неймара И так далее Которые едут Ну захотелось Ему полететь На отдых Завтра И он туда-сюда Погонял Свой частный самолет Вы мне будете Говорить про уровень Вот этого типа Карбон Ну да Типа Камон Я тут всю жизнь Столько не произвожу То есть как бы Это все настолько Трудная тема Поэтому я считаю Что нужно делать То что Можешь В своих Каких-то рамках Вот делаешь Какие-то усилия Молодец И все И думать о других И думать о себе тоже Потому что Надо не забывать Что жизнь Она у тебя тоже одна И что Захотелось тебе Купить майку в Заре Пошла Купила майку в Заре Другое дело Купила ты ее Потому что Ты хочешь сделать фотку И завтра Ты ее выкинешь Или ты ее купила И ты ее носишь Там несколько лет У меня все мои вещи Из Эйчика И из Зары Они у меня все есть Я ношу все Там спортивное У меня спортивная Всяка одежда Ей уже сколько лет Да То есть я не так часто Пользуюсь ею Но Выбор как бы за вами Я не считаю себя Таким прям борцом Что все только винтаж Только этичное Но я стараюсь это делать И когда могу Вот Я это делаю Когда не могу Ну вот Извините Я не могу себя оградить От того Чтобы тоже Как-то жить Существовать И У меня есть какие-то Желания Потребности Да То есть Я не считаю Что это плохо Я не считаю Что это капитализм Который нас порабощает Я так это не считаю Нет я согласна С тобой Опять же Мы не призываем вас К какому-то Безрассудному потреблению Или аскетизму Наоборот Мне кажется Действовать нужно Везде Разумно И нужно понимать Свои потребности И как бы понимать Срок службы Вещей В вашем гардеробе Я знаю Что некоторые люди Например У них маленький гардероб Это классно Но при этом Вещи у них Естественно Снашиваются быстрее Чем например Когда У меня гардероб И то он Не совсем большой Но при этом У меня есть большой выбор вещей И как бы Я их могу миксовать И например Я многие вещи Ношу просто годами Вот эта куртка Ей три года Это и в Сен-Лоран Я нашла ее В секонд-хенде Но при этом У меня есть много вещей Из масс-маркета Например брюки Я сегодня в брюках Из H&M Мне очень нравится Такой знаете Микс Чисто такой Довольно французский Когда Если люди Одеваются У них есть Например Какая-нибудь Люксовая вещь У них нету Такого правила Что к этой Люксовой вещи Они обязательно Добавят Только люксовые брюки И если будут Брюки из Зары То все Образ полетит И карета Превратится в тыкву Тут все Абсолютно Спокойно относятся Что у тебя там Винтажный шарф Но при этом У тебя какая-нибудь Супердорогая сумка Люди ухаживают За вещами И это кстати Очень классно Мне очень нравится Культура Химчиста Культура Ухода за обувью Что здесь Не перевелись Просто потрясающая Женщина идет Я бы ее сняла Сейчас у нее Такой стиль Такой берет Вообще Такие бюхли Да Да И наверняка Эта женщина Ухаживает за своими вещами Потому что Ну все знают Что вещи могут Служить тебе дольше Если ты за ними ухаживаешь Если ты их любишь И не знаю Свои кашемировые свитерочки Стираешь Так как нужно За мохером ухаживаешь Так как надо И это классно А не так Что ты там покупаешь Просто пачками вещи Знаешь Что ты завтра Выкинешь Смысла в этом нет И я например Люблю часто менять гардероб Но я всегда ухаживаю За своими вещами И я знаю Что я потом смогу Это платье перепродать Если я его не ношу Вот и все Это же вообще классно И сколько ты образов Сменила за последний год Очень много За последний год Это так здорово Очень много Как ты не боишься это делать Ну ты понимаешь Дело даже не в страхе Я считаю Что ты должен пробовать Потому что мы По большей части Мы растем в каком-то страхе Ну вот в этом вот В грани страха Не иди Не делай там Не выпендривайся Я не знаю Ну вот как я с челкой Я боюсь Знаешь У меня лучший овраг хорошего Я думаю Ну так вроде нормально Ну че Че менять Ну челку надо попробовать Один раз Чтобы ты поняла Что такое челка Я пробовала один раз У меня осталась Психологическая травма Ну все То есть у тебя просто Такой сангольский синдром Тянет Боже я хочу челку Но я тебя понимаю Потому что у меня была челка Я потом ее отращивала И купила в итоге себе накладную У меня звонит Знаете что это значит Знаете что это Это напоминание о том Что Маше надо публиковать видео Маша Просто Маша В работе делает работу На работе По работе Нет я тебя слушаю дорогая Что я говорила уже Образитель Я тебе не спросила Как ты не боишься менять Потому что мне кажется Это настолько вдохновляюще Пока Мария публикует для вас Очередное видео Как я не боюсь менять Я не знаю Наверное потому что Есть вот эта возможность Я знаю что я могу продать Свой гардероб И купить себе новый На винтеде Да то есть Секонд хенд И попробовать Если у меня что-то Не получится То я не купила Это платье Там за 300 евро Я купила его Например за 50 И я могу за те же 50 Перепродать Если оно мне не нравится То есть я к этому отношусь Очень просто Я считаю что Вещи Это настолько Заменимое что-то То есть Это не страшно И надо попробовать И надо ошибиться Для того чтобы найти свой стиль То есть вот мне вот Захотелось Какое-то время Там одеваться В стиле типа 70 Когда мы познакомились Я одевалась В стиле хиппи И в итоге Мне все такие Вау тебе так классно А мне было некомфортно Понимаешь И я такая Ну да да Все же говорят Что мне идет Все же говорят Что мне это молодит Надо оставаться И короче Я такая Надо оставаться А потом я поняла Что это не мое Что мне нравится другое И мне все равно Молодит меня Это не молодит Выгляжу я как бабка Или как дед Или там я не знаю кто Но Я просто люблю Экспериментировать И мне кажется Что жизнь она одна В этом теле Мы должны прожить Так как мы хотим И воспользоваться Всеми возможностями Чтобы не жалеть Потом в определенное время Не говорить себе Что вот я там Типа жалею Что я Не знаю Что я не была Например Эмма Я жалею Что я не была Эмма Вот кстати У меня были достаточно Такие У меня не было выбора На самом деле Я не могла себе выбирать Шмот Потому что это даже не вещь Это был шмот Какой-то бершка Вот это все Когда я была подростком И поэтому Когда я начала жить сама У меня появились деньги Я такая Все Теперь я буду диктовать Свои правила И вот до сих пор Я как бы поэтому И руководствуюсь Этим правилом На самом деле А у тебя есть какие-то Референсы Когда ты меняешь стиль Вот что ты понимаешь Что вот пора Менять стиль Ты смотришь Ты на что-то ориентируешься Есть какие-то Ориентиры Чтобы подбирать Свой гардероб Или это спонтанно Интересный вопрос Потому что Мне кажется Что я руководствуюсь Инстаграмом По большей части Я очень много фолловлю Разных там девчонок Мальчишек Кто одевается в стиле Ретро Да Например Я знаю Что я такой Ретро путешественник Я люблю всякие Ретро тенденции Прически И так далее И бывает Что я увижу Что-то у кого-то И такая Вау-вау-вау-вау Класс-класс Пошла посмотрела Пошла там Подфотошопила Себя в эту картинку Этого человека И поняла Что не мое Да У меня такое бывает Ничего себе Слушай Очень классный Лейпфанк Я могу себя фотошопить Если я к челке Буду при фотошопе Я себя фотошопила Я делала Вот перед тем Как покраситься в черный Я сделала себе Кучу фотографий Где себе сделать Черный и длинный волос Мне понравилось Другое дело Что густота волос На фотошопленных Это была не моя густота Поэтому Ну то есть Как бы Мне нравились черные волосы Теперь я вернулась Вот в рыжий И мне нравится рыжий Но Я считаю Что все поправимо И Ну даже если Через там пять лет Я буду смотреть на себя Сейчас и говорить Боже Какой стыд Ну и что Главное Что сейчас Мне классно Поэтому я На челе В этом плане Абсолютно У меня нету никаких Как это Мне нет тревожности Вот этой Фэшн тревожности Спасибо тебе огромное Дорогая За такое Всегда пожалуйста Очень интересное Ну Как это сказать Не откровение В общем За то что ты поделилась Вы друзья тоже пишите Насколько вы часто Меняете стиль Может это у вас От сезона зависит От настроения Расхлабляетесь ли вы Вообще Как вы относитесь Ко вторичному потреблению Потому что Я надеюсь У нас Эпопея с клопами Скоро закончится И я Спокойно могу Смогу В секонд-хенд Потому что Ну сейчас Как-то Не хочется Было сложно Да Было сложно Да Просто чтобы Отнести Отнести Но было сложно Ну ничего Вторичное потребление Я вот хочу у Маши Купить одну рубашку Она мне ее покажет И у нее Куплю Внутренняя торговля Начинается Мы между собой Когда решаем Поэтому Скоро Просто будем Не отходя От кассы Знаешь Типа Как это назвать Это сворп Когда ты меняешь Обмен вещами Да Хорошая Кстати Тема Я не знаю В Париже Есть такие Вечеринки Или нет Я знаю Что в Америке У них есть Такие тусы Даже в России Мне кажется Есть Когда люди приходят Вот с кучей вещей Которые Обменять на что-то И другой человек Приходит С кучей вещей Которые Хочется обменять И ты вот Идешь по другим Людям Смотришь Что тебе нравится И меняешь Если ему Есть какая-то вещь Которая ему понравилась И я считаю Что это очень круто Возвращение К истокам Первого Примитивный опыт Да Вместо денег Обмен Будем иметь в виду Друзья И это классная Кстати Вещь Между друзьями Да Можно применять В жизнь Да Слушайте здорово Так что друзья Будет интересно Услышать ваше мнение А мы Бежим публиковать Бежим публиковать Видео Скорее Скорее Да-да-да Услышать ваше мнение Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Помните тот момент Когда мы с Дашей Ходили по магазинам Я тогда Нашла кое-что Для дома И знаете Спустя 10 тысяч лет Наконец-то Только сейчас Я вам Этот предмет Презентую Как вы можете заметить На нашем комоде Посередине стоит Новая Новый кувшин Который я нашла И просто В котором я души Нечаю Действительно Он мне так понравился С первой секунды Вы даже не догадываетесь Насколько он тяжелый Просто Вот Более тяжелого кувшина Я в своей жизни Вообще не видела Мало того Что он Довольно большой Очень такой Массивный У него еще и вес Такой Что я его просто Еле донесла У него очень массивные Вот эти стенки И Не Удивляйтесь Вот этой конструкции Потому что Мне в него В такую Обожженную глину Очень хотелось Поставить какую-то ветку И мне показалась Очень Классная Идея Аля Знаете Что это Оливковая ветвь Как раз Вот В такую Вазу По типу Греческой вазы Поставить Но она у меня Совсем короткая Эта ветка Из моего Какого-то там Букета Она уже засохла Кстати засохла Она очень классная Так что Кажется что она До сих пор зеленая Она говорю Очень маленькая Поэтому Я ее Вот так приклеила Как будто скотчем Представляете Она держится Меня это очень радует Конечно же Кувшин Представляет собой Такую декоративную вещь Потому что Я даже не представляю Если его Наполнить водой Поставить Какую-то Какую-то Живую Ветку Или цветы Как потом Оттуда Выливать воду Я не знаю И самое главное Каким он тогда Весом будет обладать Если еще Будет внутри Внутреннего вода Вазу я поставила На этажарку И вы не представляете Как мне нравится Соседство Картины В таких теплых Коричневых тонах Лампы на камине И конечно же Новые вазы Просто коричневые Бежевые цвета Являются Наверное сейчас Самыми любимыми У меня в интерьере К тому же Мне кажется Книги Неплохо Сочетаются С вазой Знаете Такой Такой контраст Потому что Книги Они винтажные Особенно Вот верхние Экземпляры Они прямо Супер старые И вообще Эту этажарку Я решила Посвятить Как вы можете Заметить Только книгам И Вазам Особенно Мне понравилось Делать Такой минимализм Когда ничего Другого Здесь нет И к тому же Эта этажарка Белая Она не массивная И нисколько Не перегружает Стену Еще у нас На журнальном Столике Который Кстати Слиредуд Как вы можете Видеть У нас На нем Практически Новый год Потому что Мне очень нравится Такой прием В интерьере Когда вы Какие-то фрукты Например Мандарины С такими листиками Или например Личи Если они вообще С веточками Не складываете В одну какую-то вазу А именно Так раскидываете Небрежно По пространству И вообще Можно между собой Миксовать фрукты Мне кажется Это будет Очень классно Смотреться Поскольку У нас дома Включено Отопление Листики Слегка Подсохли Но тем не менее Смотрится Все это Очень даже Весело И поднимает Настроение И никогда По крайней мере Не забудешь Что дома Есть фрукты Ну и кстати Пользуясь случаем Отдельно покажу Вам Странный букет На камине Мне кажется Вполне себе Интересно смотрится Я все переживала Что Может быть Нужны только Белые оттенки Цветов Но на самом деле Даже вот такие Темно-зеленые С какими-то Фиолетово-розовыми Вкраплениями Букет Вполне себе Нормально смотрится И посмотрите Какой это Совершенно Другой вид Когда Альстромерии Начали Распускаться И вот эти Гвоздики Тоже Они такие Более пушистые Не такие Закрытые Когда Как я только Их купила Вот эти Белые Альстромерии Еще распустятся И конечно Я его пока Не обрезала Букет По размерам Этой вазы Поэтому он Просто какой-то Гигантский И не такой Еще красивый Как он будет В финале Просто у меня Нету времени Совершенно И я его Просто поставила Пока что В воду Потому что Если честно Вот такие стебли Я без понятия Чем обрезать Ножницы Даже садовые Мои их Явно не возьмут Видимо Просто придется Их подрезать При помощи Столового Ножа Кстати У меня ощущение Что вот эта капуста Тоже начинает Раскрываться В общем Это какое-то Невероятное зрелище Если вы Друзья Знаете Название Вот этого Вида капусты Потому что Это вообще Похоже на Кейл По своим Листьям В общем Если вы знаете Название Этой невероятной Неведомой капусты Пишите Пожалуйста Я постараюсь Все запомнить Еще ваш Дорогой кот Пирожок Передает вам Привет Его просто Посмотрите Какой стульчик Стоит Возле окна Чтобы смотреть Что там происходит Еще иногда Он бегает С солнечными Зайчиками Сейчас он Умывался Я его так Бесцеремонно Потревожила В общем Хорошо Не будем его отвлекать Но знаете Что он Он передает Вам большие Приветы И просит Чтобы вы Друзья Поставили Лайк Под этим Видео Если вам Не сложно Конечно же Можете написать Любой комментарий Продвижение Видео Это очень Помогает Ютуб За это Видео Хвалит Скажем так И я вам Буду Очень Очень Благодарна Как и дорогой Наш кот Пирожок Который Просто Растекся По По Нашему Стулу Стул осенних листьев я вам презентую свой новый маникюр. Не подумайте, что я каждую неделю делаю себе новый цвет ногтей, просто так совпадает на монтаже. Моя мастер маникюра Мария посоветовала мне просто идеальный бордовый, мне кажется. Он как раз не уходит ни в фиолетовый, ни в коричневый, просто так здорово смотрится даже на моих бледных руках. С зеленым, конечно, было ходить довольно интересно, но, признаюсь, под одежду он мне не всегда подходил. С черным цветом смотрится, да, хорошо, но вот стоило, например, надеть коричневое и сразу выглядело как-то не очень. Тем более, он еще очень сильно подчеркивал цвет Vem, прям зеленил мои руки. Вот этот цвет и длина, и форма просто мне так все нравится. Я на него готова вечно смотреть. Такой он красивый. Теперь, мне кажется, буду чаще выбирать такие более темные оттенки лаков, потому что, мне кажется, они наиболее выигрышно смотрятся на руках, по крайней мере, на моей белой коже так точно. А еще один важный момент. Я могу носить все кольца, какие только захочу теперь, потому что с зеленым маникюром это было довольно проблематично, и не все мои кольца под него подходили. Конечно, я признаюсь, что это я заморачиваюсь, это мои проблемы, но не могу ничего с собой поделать. Мне кажется, сегодня количество кадров, где я с собранными волосами, должно порадовать тех людей, которых я раздражаю своими бесконечными поправлениями этих волос. Хотя, может, я даже и с собранными волосами тоже как-то их подправляю. Я уж себе, видимо, не отдаю отчет. Знаете, почему я то с ободками, то с гульками? Потому что я все не могу записаться к Кристофу, к моему парикмахеру. У меня все нет времени. Волосы так отросли, что в таком своем распущенном виде, и они кажутся неопрятными. Потому что у меня даже не какая-либо такая прямая длина, как была раньше. Это каскад, и он выглядит действительно странно, если его не укладывать, если его не завивать. А завивать его уже довольно сложно. Он просто не держит форму, он рассыпается за счет своей такой необузданной длины. Зато мне очень понравилось ходить с хвостами и с гульками, потому что я, мне кажется, нашла тот идеальный вариант зачесывания волос, который более или менее мне идет. Потому что иногда можно волосы зачесать так, что как бы это будет не особо подходить к форме вашего терепа. То же самое касается и проборов, потому что вот мой избитый и приемлемый вариант, это прямой пробор. Косой пробор, как бы я его не любила визуально, мне он вообще не идет. Но он просто классно смотрится, например, со стрижками каскад тоже или с такими очень объемными стрижками. Но я, например, даже за счет роста моих волос, не могу вот ровно зачесать волосы. Поэтому вот, спасаюсь тем, что сама придумала и экспериментирую. Вы знаете, где меня искать прямо сейчас, потому что в инстаграме я загружаю сториз. Я там хоть и не надоедаю вам, потому что у меня там сториз не круглые сутки. Именно выборочно я выбираю те фотографии, которые могут вас вдохновить, подарить вам такой парижский мудборд. Конечно же, делюсь своими образами, за неделю вообще, в чем я хожу. И, конечно, если вам захочется узнать, как я обрабатываю фотографии и как я подбираю нужные сочетания фотографий в своем профиле, вообще какими принципами я руководствуюсь и какие референсы меня вдохновляют, во всем этом я рассказываю на Boosty, где вы можете поддержать мой канал за очень лояльную цену, а взамен узнать интересную и полезную информацию, которой я делюсь каждую неделю. И там как раз у меня эксклюзивный контент, личные посты, музыка и рецепты. Если вам ближе формат Telegram канала, там у меня тоже очень интересно, потому что за неделю у меня скапливаются фотографии, я их публикую на Telegram и пишу также свои небольшие такие посты, размышления. В общем, буду рада, если вы где-то захотите присоединиться. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео. Буду вам очень признательна, если вы напишите какой-нибудь комментарий. И огромное вам спасибо, друзья, что вы пишете, что даже несмотря на то, что иногда у меня нет просто времени, чтобы всем ответить, я очень ценю, что вы находите время что-то написать, поделиться своими мыслями, впечатлениями, просто рассказать, как вы себя чувствуете, как прошел ваш день. Потому что у нас такое замечательное комьюнити. Мне очень приятно, что люди находят себе, даже единомышленников, общаются друг с другом. Мне кажется, это именно то, то магическое свойство соцсети, о котором мы иногда забываем. В общем, если все пойдет по плану, а я надеюсь, ничего не изменится, мы с вами увидимся уже в среду. В среду выйдет новый ролик. Так что подписывайтесь, чтобы его не пропустить. И мы с вами увидимся совсем скоро. Я вас крепко обнимаю. И совсем скоро увидимся еще разок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok